Мне представляется, что мы продолжаем оставаться в парадигме выживания и сохранения системы. И не переходим к парадигме роста. Вот я действительно не соглашался с Семеновичем, я имею возможность с ним часто беседовать и подолгу. Но вот сегодня было сказано, что здесь снова у нас такая опасность перегрева экономики, то, с чем мы столкнулись в 1926-1927 году. Но мне представляется, что у нас сейчас совершенно другая главная проблема. У нас главная проблема в том, что Китай растет на 8-9% в год, Индия также. Бразилия на 5% в год, а, как мы слышали, прогнозы на будущий год у нас в стране 1,6-1,8% роста процентов ВВП. Вот мне представляется, что стагнация сегодня и отсутствие именно такого стремения к росту, для нас сегодня главная угроза. У нас не ждут никакие катастрофы. И Ксения Валентин совершенно прав, банкская система никакой катастрофы сегодня не столкнется. Она вполне жива. После того, как у нас вырос капитал в целом по системе, у нас за год капитал банкской системы вырос, на 380 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь, в целом. Это, правда, за счет Сбербанка. Сбербанк вычет, все, конечно, упадет. Но, тем не менее, в целом капитал вырос. Банки в целом, опять же, перекапитализированы. И вот так вот, на первый взгляд, в общем, ничего и не нужно. На самом деле, мне кажется, что это не так. Мне представляется, что банки по-прежнему будут нуждаться в капитале, если мы хотим, чтобы они были инструментами роста. А другого, на самом деле, механизма роста, кроме как банковского системы, не существует. Я не верю ни в какие другие механизмы эффективных вложений денег, кроме как через банки. Никакие проекты, придуманные правительством, к сожалению, столь же эффективны, как минимум, быть не могут. Что касается капитала. Ну вот, мы сейчас показываем цифру в прострочке, 6% от портфеля. Ну, на самом деле, мне представляется, что, тем не менее, цифры уже сейчас прилично выше. Можно посмотреть, у меня тут есть все цифры, на самом деле, я не хочу их просто приводить, но можно посмотреть, как фундаментально выросли сроки кредитования. Значит, на самом деле, банки, все банки идут на то, чтобы пролонгировать плохие кредиты. Ну, почти все. Вот мы не идем, на самом деле. Думаю, что мы почти в этом единственные. Все банки действительно ландируют кредиты, соглашаясь с заемщиками, чтобы не показывать плохую статистику. Сроки кредитования фундаментально выросли. Примерно, там, почти полтора раза. С 2005 года у нас доля кредитов свыше одного года в портфеле выросла. Вот, фундаментально. Это, на самом деле, скрывает, безусловно, часть плохих кредитов тоже. Поэтому я думаю, что просрочка на сегодня реальная, порядка 10%. А если вы смотрите по прогнозам, так, линчо, у нас в ближайшие 12 месяцев предприятия должны вернуть банкам 200 миллиардов приблизительно в долларовое исчисление. Половина этих денег не покрывается прибылью предприятия. Прибыль у нас за 8 месяцев упала на 60%. В 8 месяцев с 2009 года, в 8 месяцев с 2008 года. Вместо 180 миллиардов долларов заработано 74. Примерно та же картина в ближайшие 12 месяцев. Значит, 200 миллиардов надо банкам вернуть, из них процентов 40 минимум не покрывается. Поэтому ожидать падения прозрущего у нас, так сказать, не получается. Опять же, никто не умрет. Среди того, что банки реально работали и росли, им будет нужен капитал. Но вот, по моим представлениям, для того, чтобы, если считать, что половина плохих кредитов потом установится, для того, чтобы так или иначе система заработала более или менее, то, с точки зрения потери капитала, нужно будет давать в эту систему 2,5-2,7% ВВП минимум. Эта цифра уже называется. Это примерно 35-40 миллиардов долларов. Это вот та минимальная цифра, которая, как мне кажется, нужна, чтобы мы через банковскую систему переходили к парадигме роста от парадигмы выживаемости. Но это минимальная цифра. Та же самая цифра, на самом деле, показана и по росту резервов. У нас за год резервы выросли на 720 миллиардов рублей. Сегодня они покрывают, это примерно 3,9% капитала сегодня. Значит, ну, это резервы, это в чистом виде, так сказать, не до капитализации. Ну, в общем, я, опять же, не буду говорить, тут все формулы вычисления, но вот, опять же, все подсчеты через, опять же, рост резервов, так же, как и через падение капитала, показывают те же самые цифры. Для того, чтобы реально расти, не выживать, а расти, банкам нужно будет капитал, по моим подсчетам, от 40 до 80 миллиардов долларов в ближайшие 2-3 года. Этих денег у нас бюджет не предусматривает. В общем, это, опять же, очень разная, по очень разной банкам. Вот нам, например, вот нам не нужен капитал, и, наверное, будет уже не нужен, потому что акционеры Альфа-банка 700 миллионов долларов своих внесли в капитал, благо было откуда, и получили субборды. Но эта ситуация совсем не типичная. В целом, для того, чтобы банки росли, им нужны будут капиталы. И капитал, как мне представляется, что чрезвычайно важно, опять же, для роста не надо давать всем. Вот то, что было сделано через медленную девальвацию, когда вся система получила деньги, я считаю, что это глубоко порочно. Ну, тут, опять же, цифры можно привести. У меня тут они есть, чтобы сказать точно. Это абсолютно точно известно, я про это сто лет уже говорю. У нас на сегодня на 200 банков приходится больше 90% всего активов, депозитов, родичных депозитов. Я не понимаю, зачем нам нужно больше. Откровенно говоря. Я не призываю никого убивать насильственно. Но вот опыт всех стран, которые прожили кризисы, у меня здесь тоже есть статистика. У меня очень большие выборки, мы так глубоко копаем, на самом деле. Вот все страны, которые прожили кризисы последние годы, Индонезия, Корея, Малайзия, Таиланд, количество банков обычно после финансового кризиса уменьшается в два раза. Ну, вот это вот дает более-менее какие-то ориентиры того, что нужно нам. Если говорить так уж совсем, действительно, понимаете, логика Сергея Михайловича Игнатьева, которую я тоже исключительно уважаю, она понятная. И это обычная логика властей. Вот как бы не навредить. Но мне кажется, что сегодня мы находимся в том положении, что эта логика приведет к фундаментальному отставанию темпов роста от роста наших конкурентов. Вот расти сегодня на полтора-два процента в год для России, это, как мне представляется, совсем плохо. Вот с чем я не согласен, с тем, что нам так уж нужно заботиться об росте, о том, чтобы мы не отстали от Китая. Я помню, как в начале этого века у нас была очень важная дискуссия о том, как нам Португалию догнать по темпам экономического роста. Наш вот товарищ Андрей Николаевич... По ВВП на душу, по темпам экономического роста для этого. Наш старый товарищ эту тему очень активно развивал, и мы очень должны были бежать там быстрее, чем 7,2% роста ВВП в год. Не думаю, что это очень хорошая, очень правильная стратегия. У Китая один деловой цикл, у Индии другой, у России третий. Не надо слепо ориентироваться на цифры, но вот забота регулятора в том, чтобы рост был устойчив, устойчив, надежен. Слишком высокий рост 6-7 года привел к слишком глубокому падению 8-9 годов. Четырехкратный рост фондового индекса в предшествующую пору привел к российскому рекордному падению фондового индекса в 8-9 годах. Задача регулятора – сглаживать риски. Задача бизнеса – развиваться. Бизнес должен проводить агрессивную стратегию. Это правильно. А регулятор должен его немножко охолаживать. Спасибо. Последнее заявление, оно философское. Я действительно считаю, что ЦБ должен заниматься ростом. Ксения Денисович так не считает. Он считает, что ЦБ должен обеспечивать стабильность банковской системы. Я считаю, что это неверный тезис в принципе. И функция ЦБ значительно шире, чем просто предпочитать, что банки выживали. Но эта беседа философская не имеет конца. Что касается роста, Россия в 2013 году была пятой экономикой в мире. Перед распадом СССР мы были шестой экономикой в мире. С такими температурами будем 20-й. Я считаю, что там фундаментально невозможно терпеть. Это неправильно. Поэтому я считаю, что рост – это фундаментально. В этом смысле я с нашим общим старым товарищем совершенно согласен. Рост, конечно, приоритет. Это первое. Второе. По ОФЗ. Не хочу входит в специальную дискуссию, но я уже предлагал поспорить. И с кем-то спорил из вас. ОФЗ – механизм неработающий. Он стоен так, что хорошие банки им не воспользуются. Они не возьмут, а плохим не дадут. Поэтому на самом деле, вот этого сегодня механизма, когда остановлены суборды, на самом деле, а практически программа остановлена сегодня, механизма капризации нет. И опять же, вот это вопрос выбора. Тут бессмысленно вести дискуссию за этим столом. Но если мы хотим расти, вам придется увеличивать капитал правительству каким-то образом. Сто процентов через бюджет. Я с Петром не согласен в том, что Центральный банк должен ставить цель, как рост, она тоже есть, так же, как и у правительства есть, и у Центрального банка есть рост. В такой степени за рост отвечает каждое предприятие, в такой же степени. То есть, если в этом смысле, то да, все мы отвечаем за рост. Но Центральный банк должен отвечать за очень строгие, фундаментальные, надежные показатели экономики. Вот он их должен следить. Вот есть определенные параменты фундаментальные, за которыми он должен жестоко следить. Вот процентные ставки на рынке должны быть низкими. А это будет в силу низкой инфляции. Повторюсь, это не только в силу спектра инструментов большой, но вот он должен за это отвечать. В этом смысле, когда я слышу, как противоставляют стабильность и развитие, это абсолютно неграмотно. Извините за выражение, но я не согласен, по крайней мере, с этим утверждением. Стабильность в той части, в которой мы говорим, стабильность макроэкономическая, это значит, обычный предприниматель должен знать и просто спинным мозгом чувствовать, что это правительство или это Центральный банк, его не подведет. И когда я беру кредит на 10 лет, то я должен уверен быть, что в эти 10 лет будет примерно такая инфляция, такой курс, потому что иначе весь мой бизнес в одночасье в силу девальвации становится неэффективным, или по экспорту, или по импорту не станет эффективным. Я должен понимать, что правительство будет обеспечивать стабильность, и тогда каждый предприниматель себя примерит к этим условиям. Да, вот в этих условиях я буду работать, и экономическая активность начнет разворачиваться. А в этих условиях, при такой волатильности, если правительство то тратит деньги, то не тратит, то инфляция, то не инфляция, то курс, туда идет, то туда, я не буду тратить. Поэтому, чем отличаются экономики Запада от российской экономики? Вот как раз стабильностью макроусловий я способен прогнозировать на 5 или на 10 лет. И даже если случатся циклические кризисы, случаются еще какие-то события, я знаю, как правительство в этой ситуации будет действовать. Это вот просто уже культура некая экономического регулирования. Мы не будем шарахаться, мы будем понимать, как в этих условиях все институты мира, которые наработали там и десятки лет, и сотни лет, сотни лет, они знают, как центральные банки будут действовать в этой ситуации. Правительство и центральный банк отвечают за инвестиционный климат, а предприятие-предприниматель отвечает за то, что если он устраивает, то он должен начать свою деятельность и ждать, что условия не будут искажены, его бизнес не превратится опять в ноль. В этом смысле стабильность обеспечиваемых условий, которые обеспечивают власти, и является базой для экономического роста. Продолжение следует...